Партнер программы Ворске учеников 25-й школы перевели на дистанционное обучение. С чем это связано, расскажет моя коллега. Ворчанина признали виновным в растрате имущества работодателя. Он причинил ущерб более чем на 600 тысяч рублей. Подробности вы узнаете в этом выпуске. Ворский Дед Мороз вместе с отрядом ЮИД поздравили всех водителей города с наступающим праздником. Подробнее об этом расскажут Алина Волюлина и Николай Баранников. Учеников школы номер 25 города Урска 21 декабря перевели на дистанционное обучение. По нашим данным, со среды в образовательном учреждении стоит неприятный запах. Родители сообщают, что некоторые дети жаловались на головокружение. Известно, в школе работали сотрудники Роспотребнадзора. В управлении образования администрации города Урска сообщили, что в актовом зале школы появился посторонний запах. Источник происхождения не ясен. Приглашен Роспотребнадзор для проведения замеров воздуха. Специалистами произведены осмотр учебного заведения, отбор и лабораторное исследование проб воздуха в помещениях школы. По результатам исследований, превышение ПДК в пробах воздуха не обнаружено. Причины случившегося выясняются. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. 22 декабря в школе номер 25 города Урска обычный учебный день. У ЖК ДХТ администрации Урска ищет того, кто займется ремонтом дорожного покрытия на улице Краматорской. Работы необходимо будет выполнить на двух участках. От Карельской до Станиславского и от проспекта Ленина до Новосибирской. Подрядчику необходимо будет срезать старое покрытие, уложить выравнивающие финишные слои, установить бордюры и нанести разметку. За работы на двух участках у ЖК ДХТ предлагает более 72 миллионов рублей. Работы первого этапа пройдут с 10 апреля по 31 августа 2024 года. А второй этап начнется 1 сентября и закончится только 1 июня 2025 года. Мэрия Новотроицка планирует потратить в 2024 году 482 148 117 рублей на продолжение капремонта объекта культурного наследия регионального значения Дворец культуры Металлургов. Соответствующий тендер размещен на специализированной электронной площадке. В этом году в рамках первого этапа масштабной реконструкции дворца на выделенные из регионального бюджета 140 миллионов рублей была полностью заменена кровля здания. Кроме этого в чердачном помещении демонтировали старые венткамеры и смонтировали новые, а также отремонтировали потолок в зрительном зале и обустроили стационарные металлоконструкции сцены. Второй этап включает в себя наружные фасадные работы и внутренние замены всех инженерных коммуникаций, отделочные работы, приведения в порядок перекрытий лестниц, оркестровой ямы, репетиционный, амфитеатра, малого зала, галереи над сцены и много других работ. Добавим, что на этом мэрия не ограничится в планах благоустройства территории вокруг дворца, приобретения технологического оборудования, звукового, светового и сценического. С 30 декабря по 8 января на территории Гайского городского округа будет введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписано главой муниципалитета Олегом Попуниным. Решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Именно поэтому в период новогодних праздников особое внимание профильных служб и ведомств будет уделено бесперебойному функционированию объектов жизнеобеспечения и пожарной безопасности. В Орске к Новому году подготовят более 40 ледовых площадок, на которых можно будет покататься на коньках и поиграть в хоккей. Во всех районах города зальют порядка 25 кортов и 20 катков, сообщают в мэрии. Ледовые площадки появятся во дворах Арчан, в парке Северный, пищевик, строителей, в селах Тука и Ударник, спорткомплексе Юность, Надежда, на стадионах Локомотив и Лидер. Также прокатиться на коньках можно будет на Комсомольской площади и в Центральном парке. Подготовкой площадок и их содержанием займутся управляющие компании, руководители парков, районные администрации, учреждения спорта, советы поселков. В России подешевел ряд продуктов – картофель, свинина, мясо кур и другие продовольственные товары. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. Цены на свинину упали на 2,9%, а стоимость мяса кур снизилась чуть более чем на 1%. По информации ведомства, куриное мясо подешевело в рознице на 0,63%. По таким видам продовольственных товаров, как молоко, сливочное масло, сыры, мука, хлеб, макароны, изделия, свекла, мороженая рыба, подсолнечное масло и другая продукция, в текущем году темпы роста цен производителей ниже общей инфляции. Более того, по некоторым категориям отпускные цены в настоящее время ниже, чем годом ранее. Среди таких позиций картофель в среднем чуть больше 17%, лук репчатый почти 6%, крупогречневая чуть больше 17%, вермишель почти 3%. Кроме того, в Министерстве прогнозируют стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года. Там считают, что этому будет способствовать увеличение собственного производства и поступление продукции из дружественных стран по нулевой пошлине. В частности, в Россию ввезено 612 тысяч яиц из Азербайджана. Также в течение двух-трех недель ожидаются поставки из Турции. Кроме того, продолжается сезонное снижение стоимости сахара. Сейчас его производство в активной фазе. Кроме того, в России в этом году существенно вырос урожай сахарной свеклы. За последнюю неделю цены на этот товар у производителей упали почти на 1%. Ранее президент России Владимир Путин объяснил, что цены на куриное яйцо в стране выросли из-за того, что спрос увеличился. А объема производства нет. Он пообещал, что ситуация со стоимостью этого продукта в Российской Федерации будет улучшаться. Вроде все такие хмурые, злые и охота, чтобы капельку добра было. И я решил сделать, что я буду делать все доброе. Пасмурная погода, слякоти лужи напрочь отбивают у жителей Восточного Оренбуржья новогоднее настроение. Но пассажирам маршрутки Орск-Новоорск повезло. Заходя в салон, они попадают в настоящую зимнюю сказку с Дедом Морозом. Этого Деда Мороза знает буквально весь Новоорск. Правда, как Норика. Впервые на новогодней маршрутке он вышел в рейс два года назад. С тех пор интересы и эмоции пассажиров к необычному автобусу его водителю не угасают. Наоборот, люди каждый раз с нетерпением ждут, что приедет именно на Оржан. Поначалу было так все необычно, дико, а потом уже со временем она как-то привыкается, привыкается. А сейчас уже меня один год не было здесь. И все заметили то, что меня нет здесь. И как бы я приехал, когда сказали, Нурик, вот плохо тебя не было. В этом году наконец-то ты все исправишь. Украсить маршрутку мужчине помогла его девятилетняя дочь. Дочка, да она меня во всем поддерживает. Вот она знаете, как говорит, папа, ты у меня самый лучший. И все. Мы с ней все вместе, давай, давай. Маме скажем и пошли делать. И все. Идем и делаем. Коллеги поначалу отнеслись к задумке Нурика скептически. Но сейчас все очень рады, что в их коллективе есть такой веселый водитель. Некоторые даже спрашивают, где купить какой-то элемент костюма. Поначалу как-то для них было это дико. Сейчас они очень хорошо реагируют. Многие как бы руку жмут. Кто-то даже у нас есть такие пожилые, которые... Нурик, ну зачем оно тебе надо было поначалу? А вчера подошли ко мне, Нурик, а где ты купил это, а где ты купил это? А другого, дядя Слава, привет, дядя Слав, он меня попросил его украсть машину. Сейчас мы занимаемся украшением его машины. Иногда необычную маршрутку останавливают инспекторы ГИБДД. Как правило, все заканчивается поздравлениями и пожеланиями счастливого пути. Сел я к нему в машину, он проверил документы и поздравил меня с Новым годом. Я когда проезжаю, у меня она еще светится среди ночи. И реагирует очень довольно-таки адекватно, хорошо. Благодаря такому креативному и веселому водителю маршрутка превращается в настоящий новогодний автобус, который приносит радости и улыбки всем пассажирам и другим автолюбителям. А если вы до сих пор не верите в Деда Мороза, то вот он перед вами, самый настоящий добрый волшебник. Анна Поначева, Эдамир Насыров, служба информации телерадиокомпании «Евразия». Встречайте только с 19 по 31 декабря выставка продажа «Дары камчатские в Орске». На выставке представлен богатый ассортимент, более 30 видов рыб, благородных пород, нежная, тающая во рту чавыча, белорыбеца, тунец, палтус, белуга, нерка, омль и, конечно, царский деликатес – красная икра. Ждем вас с 19 по 31 декабря на выставке «Дары камчатские» – рынок «Авангард», овощной павильон. Дворский советский районный суд вынес приговор бывшему мастеру участка производства сервисного локомотивного депо. Мужчину признали виновным в растрате с использованием служебного положения. Суд установил, что он с 15 октября по 10 ноября 2019 года похитил имущество работодателя и продал. Деньги оставил себе. Своими действиями обвиняемый причинил сервисному локомотивному депо Орск ОСТМ-сервис ущерб на общую сумму свыше 620 тысяч рублей. Данный ущерб возмещен им добровольно в полном объеме. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор законной силы не вступил. В преддверии Нового года очередной уже 12-й гуманитарный конвой отправили землякам жителей Восточного Оренбуржья. Этот процесс не останавливается ни на минуту. Пока один караван едет в сторону фронта, неравнодушные отзывчивые люди приносят новые посылки. Школьники и студенты, служащие предприниматели, молодые и пожилые. Каждый отдает то, что может себе позволить, а иногда и больше. Но самое главное, любое пожертвование всегда искренне и от всего сердца. Большая грузовая машина с гуманитарным грузом и посылками от родных и близких отправляется в сторону фронта каждый месяц. Внутри такие обыденные, но такие важные вещи, которые согревают наших бойцов на передовой в прямом и переносном смысле этого слова. Ребятам передают подарки не только Урск, но и близлежащие города. Туда входят и сладости, и консервы, и теплые вещи. Женщины вяжут носки, и москитные сетки, медикаменты. Нам помогают предприниматели, помогают дети со школы. Дети пишут замечательные письма, от которых хочется плакать. Очень много в нашем Урске добрых людей. Ирина Кулакова подчеркивает, люди с большой ответственностью, неравнодушием собирают различные вещи защитникам. Это уже далеко не первый груз, который благотворительный фонд руки помощи при поддержке и помощи жителей и предпринимателей Орска, Новотроицка, Новоорска, Гая и близлежащих поселков собирает и отправляет в зону СВО. Огромную роль в сборе гуманитарной помощи принимает группа Орск фронту. Собирает материальные средства, посылки, личные посылки. Закупает оборудование, помогает в транспортировке грузов. Еще мы возим груз, также в госпиталь. Мы отвозили им матрасы, кровати. Мы отводим им постоянно медикаменты. Частичка Орска приходит и туда к ним. После того, как автомобиль будет полностью загружен, он в сопровождении конвоя под руководством атамана Александра Корниенко отправится на передовую. В канун Нового года наши бойцы получат маскировочные сети, медикаменты, сладости, автомобильную резину и запчасти, шансовые инструменты, электрогенераторы, бензопилы, а еще личные посылки от родных и близких. Формирование гуманитарных грузов и их сопровождение происходит под общим руководством атамана Оренбургского казачьего войска Сергея Слепова. Гайчанин выплатит 5000 рублей 56-летней женщине, которую ударил по лицу. Две стороны вступили в конфликт, дошло до пощечины, а после нездержанного мужчину привлекли к административной ответственности. Пострадавшая не остановилась на этом и потребовала компенсации через суд. В судебном заседании ответчик возражал против удовлетворения требований, указывая на провокацию ссоры со стороны истца. Тем не менее, оценив все обстоятельства случившегося, суд взыскал с мужчиной 5000. В Оренбург приехал поезд Деда Мороза. Сотни горожан собрались на железнодорожном вокзале, чтобы поучаствовать в праздничном мероприятии. Для детей подготовили развлекательную программу, в рамках которой зимний волшебник поздравил жителей областного центра с наступающим Новым годом. Всего в новогоднем маршруте Деда Мороза значится более 80 городов, в 65 из которых пройдет полноценная программа, а в остальных населенных пунктах проведут короткую версию праздничного мероприятия. После Оренбурга передвижная резиденция направилась в Самару. Ни для кого не секрет, что в Орске остро стоит проблема с мусором. Зачастую в этом мы виним то регоператора, то местные власти. Однако большинство людей забывают, что от нас с вами зависит многое. Один из ярких примеров того, как сами жители города забивают на чистоту, перед вами. Так камера запечатлела мужчину, который бросил мусорный пакет у второго подъезда дома номер 118 по улице Короленко. Что сподвигло человека насвинничать? Что стоило донести отходы до места назначения? Вопросы, которые останутся без ответа. Если верить дате и времени на видео, что все случилось ранним утром, видимо, человек подумал, что останется незамеченным. Но не тут-то было. Добро пожаловать в рубрику «Чмо». Если вы застали на месте преступления человека, мешающего обществу, присылайте нам свои фото и видеоматериалы с небольшим описанием и контактными данными. Наши пароли и явки вы можете видеть на экране. Дед Мороз, держа в руке полицейский жезл, вышел на улицы Орска, чтобы поздравить всех водителей с наступающим Новым Годом. В помощниках у сказочного волшебника – отряд юных инспекторов движения «Школа номер 25». Вместе они решили порадовать горожан не только праздничным настроением, но и полезными подарками. Ребята раздавали водителям елочные игрушки, украшенные правилами дорожного движения. Таким образом, каждый получал не только красивый сувенир, но и напоминание о важности соблюдения правил. Кроме того, были подготовлены полезные подарки для автолюбителей, которые помогут им быть готовыми к возможным ситуациям на дороге. Уважаемый водитель, госинспекция города Орска, а также юные инспектора движения «Школа номер 25» поздравляют вас с наступающим Новым Годом. Хотим пожелать вам счастья, удачи, чтобы исполняли все задуманные мечты, а также безопасных дорог и не нарушать правила дорожного движения. Вот вам вручаем такие вот подарки, чтобы напоминали о наступающем Новом Году. Акция «Полицейский Дед Мороз» проходит в Орске каждый год. Ее цель – напомнить участникам дорожного движения о важности соблюдения ПДД. Всех участников дорожного движения поздравляем с наступающим Новым Годом. Не забывайте, что у школьников скоро начнутся зимние каникулы, и количество детей на улице увеличится. Уважаемые водители, помните, что дорога становится особенно опасной во время смены погодных условий, когда на проезжей части появляется лед. Необходимо заблаговременно забавлять скорость при приближении к пешеходным переходам. Уважаемые пешеходы, прежде чем перейти в проезжую часть, нужно убедиться, что транспортное средство остановилось и собирается вас пропустить, и только потом начинать движение. Будьте предельно внимательны и взаимовежливы на дороге. Такая инициатива сотрудников госавтоинспекции встретила позитивный отклик от водителей Орска. Все были рады не только праздничному приветствию, но и полезным подаркам. Алина Валюлина, Николай Баранников, служба информации ТРК «Эвразя». Центральная детская библиотека ГАЯ – победитель первого грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Специалисты библиотеки будут реализовывать образовательный наставнический проект «Мы гайчане, и мы этим гордимся». Цель проекта – познакомить детей 13-15 летнего возраста с успешными и известными людьми нашего города и продвижение и сохранение литературного наследия Оренбургского края. В рамках проекта будут организованы краеведческие вечера, встречи с интересными людьми, которые состоялись в своей профессии, а также молодыми специалистами предприятий города. Стоит отметить, что в конкурсе участвовали 7186 заявок от Оренбургской области свыше 50. Поддержку фонда получили только 7 проектов из нашего региона. Росводоканал Орск подвел итоги детского эколого-просветительского конкурса «Рисунки о воде», который был объявлен в преддверии 70-летия городского водопровода. Торжественное награждение победителей прошло в модельной библиотеке «Пять горожан». Участниками конкурса тематических рисунков стали ученики детской художественной школы и школ искусств города. 167 юных художников представили свои работы. Конкурсная комиссия определила 25 победителей. Их рисунки украсили страницы эксклюзивных календарей на 2024 год. Памятные подарки были переданы руководству учреждений. На праздничном мероприятии победителям вручили заслуженные призы – профессиональные материалы для творчества. Поощрительные подарки Росводоканал Орск приготовил для каждого участника конкурса. Школам были переданы наборы с художественными товарами, а педагогов учреждений наградили благодарственными письмами за профессиональное мастерство и воспитание ответственного отношения к водным ресурсам. Среди творческих подарков для гостей мероприятия – концертные номера от лучших учеников музыкальной школы и импровизированная выставка конкурсных рисунков в фойе-библиотеке. Теперь на ее книжных полках появилось новое издание специально для тех, кто рисует воду. Почетными гостями мероприятия стали представители отдела культуры администрации Орска, которые выразили благодарность водоканалу за проведение эколого-просветительского конкурса и поддержку детско-юношеского творчества. В завершении праздника волонтеры движения «Росводоканал Добро» провели урок «Чистой воды». Календари с детскими рисунками станут символичными подарками от предприятия для партнеров вместо обыденных новогодних сувениров. Уже второй год подряд мы поддерживаем идею альтернативного дарения и проводим акцию «Благотворительность вместо сувениров». Ее суть в том, чтобы часть средств, заложенных на новогодние поздравления партнеров и корпоративных клиентов, компания направляет на доброе дело – поддержку какой-либо некоммерческой организации или социальной инициативы. Вместо стандартных сувениров партнеры предприятия получают подарки со смыслом, в которых рассказывается, на какое именно доброе дело был направлен новогодний бюджет. Как рассказали в РВК Орск, конкурс «Рисунки о воде» с изданием тематических календарей направлен не только на развитие творческого потенциала, но и на экологическое просвещение детей и взрослых. В этом году мы решили оказать поддержку детско-юношеского творчества и напечатали уникальные календари с рисунками о воде. Такой календарь обязательно познакомит получателя подарка с работами будущих художников и напомнит о важности бережного отношения к водным ресурсам. Для поддержки и развития талантов мы передали школам художественные материалы. Уверены, что они обязательно вдохновят учеников на новые сюжеты. Желаем творческих успехов и новых побед. Узнать больше в социальных, благотворительных и экологических инициативах «Росводоканал Добро» можно в разделе «Волонтерство» на сайте Орского водоканала. В преддверии Нового года в Орске работает выставка рыбы прямиком с Камчатки. Это прекрасная возможность для гурманов и любителей качественных рыбных продуктов попробовать что-то новое и экзотическое. На выставке представлены разнообразные виды рыбы – от всеми любимого окуня до семги. Также здесь богатый выбор консервов. Особое место на прилавках занимает натуральная красная икра чавычи, которая является не только изысканным деликатесом, но и источником витаминов и микроэлементов, полезных для здоровья. Мы решили порадовать вас рыбным гликотесом с Камчатского края. На этот раз привезли икру чавычи – слабосоленую, крупную, зеренистую, очень вкусную. И для детишек тоже можно. Обязательно попробуйте, очень вкусно. Камчатская красная икра известна своими полезными свойствами. Она не только украшение праздничного стола, но и мощный источник полиненасыщенных жирных кислот – омега-3, витаминов, минералов и антиоксидантов. Постоянное употребление красной икры способствует укреплению иммунитета, улучшению работы сердечно-сосудистой системы, а также оказывает положительное влияние на гормональный фон и обмен веществ. Ну, чавычу я приобрела. Я ее беру не первый раз. Конечно, для пенсионеров это дороговато, но хочется же что-то. Вот на Новый год дети придут, охота чем-то порадовать. Приобрела я рыбу, икру, печени трески. Рыбу я уже не в первый раз приобретаю. Мне все очень нравятся. Вкусная продукция, слов нет. Также покупателям, которые приобрели 500 граммов икры чавычи, дарят рыбные консервы из ассортимента. Здесь каждый найдет что-то по своему вкусу. Будь то рыбные деликатесы или витаминное богатство. Каждый продукт оставит незабываемые ощущения. Приобрели мы, так сказать, обрезки рыбы, чавычи. Мы сами приехали из Камчатки, и все это прекрасно знаем, поэтому берем то, что самое вкусное. Не упустите шанс посетить выставку, которая будет открыта с 19 по 31 декабря с 9 утра и до 6 вечера в овощном павильоне на рынке «Авангард». Приходите и окунитесь в мир камчатских деликатесов. Ломбардов «Золотая корона» в Орске. К этой минуте это все новости, о которых мы успели вам рассказать. Прямо сейчас наша команда продолжает работать, чтобы оперативно сообщать вам обо всем, что происходит в регионе. Смотрите и читать нас можно, где вам удобно. Ищите – ors.ru, ntsk.ru, guide.rf и 1743.ru. В мессенджерах и социальных сетях. Сканируйте QR-код на ваших экранах.